Сергей Пашкин в областную глазную больницу попал в конце прошлого года, 29 декабря. Сюда он приехал из Сызранского района с крайне серьезной травмой. На домашней ферме корова рогом задела ему глаз. Итог – кровоизлияние и потеря зрения. Еще несколько лет назад медикам пришлось бы только бороться за сохранение глаза. О возможности видеть в будущем речи идти не могло. Однако сегодня при помощи современных технологий это стало реальностью. Сергей почти 4 месяца спустя после операции может видеть почти так же качественно, как и до несчастного случая. Гораздо лучше, конечно, благодарю Васильеву Евгению Анатольевичу. Глаз сохранили. С одним глазом тяжело. Я уже тогда, когда тут в праздничные дни лежал с одним глазом, видимости не было у глаза. А потом уже прозрение пошло, просвет. Это и потихонечку, и вот, и, как бы, курс лечения, и вот этот, и, и, слава Богу, что он останется, глаз сохранился. В среднем подобные операции длятся час-полтора. Сложность их проведения заключается в том, что после серьезных травм оболочки глаза разрываются. Их необходимо сшивать микрохирургически. Ну, представьте, взять фотокамеру, уронить ее, и не просто склеить, разбить, а обеспечить ее работоспособность, причем на том же уровне, какой был до операции. Ну, глаз в чем-то похож на фотокамеру. В общем-то, ситуация приблизительно так и выглядит. За последние несколько лет у нас очень серьезно повысилась оснащенность стимина в плане высокотехнологичного оборудования, которое позволяет проводить операции, о которых раньше мы, в общем-то, только мечтали. Никто не застрахован от несчастных случаев. Поэтому пациент в первую очередь должен помнить, чем быстрее он обратится в медучреждение, тем выше вероятность удачного исхода операции и лечения. Благодаря тому, что мы имеем экстренную помощь, мы имеем кабинет неотложной помощи, который работает 24 часа в неделю, несмотря на праздники, мы способны оказывать высокотехнологичную помощь очень высококвалифицированными кадрами. Медики также отмечают, необходимо постоянно следить за своим зрением, проходить контрольные осмотры и поддерживать здоровье. Важно соблюдать профилактику, следовать инструкциям, не рисковать и помнить о безопасности глаз во время отдыха и работы. Екатерина Кузина, Владимир Терентьев, телеканал «Губерния». Как бы да. Весен как ты.